Здравствуйте! Расскажу вам одну такую историю, которая произошла со мной относительно недавно. Мне что-то в голову пришла такая мысль, что я не могу уснуть, если я не загляну, скажем, во всемирную сеть, не погуглю свою фамилию вместе с надписью «Антитопор», и не посмотрю, что обо мне пишут на том же вражеском стане. То есть если я раньше как-то что-то такое нервозное во мне просыпалось, то теперь за эти 9 лет я настолько успокоился, что даже уснуть не могу, если не прочту о себе какие-нибудь новости. Уж извините за мой такой эгоизм, но эгоизм в хорошем смысле. И как-то раз сидел я гуглил, это было, наверное, где-то около часу ночи, и смотрю, вроде бы не азербайджанский канал, вполне такой нормальный канал. Молодые люди, общаясь по-русски, упоминают «Антитопор», упоминают меня. Думаю, боже, что я им-то сделал плохого. Включаю и смотрю. Мне кажется, ничего плохого я не сделал. Более того, тема меня очень даже заинтересовала. Рассматривались, значит, психотип грузин, психотип армян, ну и так далее. И я послушал, там был маленький такой кусочек, мне понравился и сам канал, и сама тема. Я подумал, почему бы не пригласить этого человека к себе на канал, на канал «Антитопор». И когда я с ним связался, оказалось, что он наш давнишний тоже подписчик, он меня смотрит, мои выпуски, интересуется историей региона. Мы с ним поговорили много раз, пытались связаться, чтобы записать разговор, беседу. Но то одно, то другое, что-то все как-то сорвалось и не получалось. Сегодня мы все-таки дошли до этого момента, когда мы можем побеседовать и пригласить, послушать, о чем будет разговор и о чем мы поговорим. Итак, сегодня у нас в гостях психолог, руководитель Центра «Археотип» Тимур Протский. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Вадим. Спасибо, что пригласили. Это очень было неожиданно. Да, ну, как и неожиданно мне было услышать о себе, что я Наполеон. Ну да, есть такая терминология. Да, ну вот мы сегодня и разберем всю эту терминологию. Знаете, Тимур, я, конечно, интересовался и раньше этнопсихологией. Меня этнопсихология очень интересовала. Я почему-то, я много раз слышал, что да, не бывает плохих наций, не бывает хороших наций, как бы все люди равны между собой. Но я почему-то был уверен, что и все-таки что-то есть такое. Ведь когда мы произносим, говорим об определенной какой-то нации, что-то в голову первое приходит. Да, уже какие-то стереотипы имеются в отношении той или иной национальности. Ну, не будем сейчас говорить, какие стереотипы. Например, когда мы говорим о цыганах, что у нас первое в голову приходит? Понятно, что, да? Не будем озвучивать. У каждого свое. Да, у каждого свое, но есть что-то такое общее. Это и есть этнопсихология. Что такое соционика? Это что-то пограничное с этнопсихологией? Или это что-то все-таки другое? Ну, это скорее что-то другое. Я занимаюсь профессиональной психологией индивидуальных различий. То есть моя основная сфера деятельности – это мы определяем психотип у человека. И в основном люди к нам приходят для того, чтобы подобрать себе оптимальную профессию. То есть мы их индивидуальные параметры определяем и подсказываем наиболее благоприятную сферу деятельности, то есть где человек может реализоваться. И вот соционически вот этот метод, который мы разрабатываем, это очень молодое такое направление научное, но оно работает индивидуально. А этнопсихология – это такая более обобщенная картина у нас получается, когда мы берем менталитет или национальный характер, какие-то общие представления или наиболее частые какие-то типажи, которые нам встречаются среди людей той или иной национальности, и мы это пытаемся спроецировать на какой-то тип. Вот если мы возьмем так как-то среднюю температуру по больнице и определим, к какому типу в соционике их 16 мы можем отнести тот или иной национальный характер. И, конечно же, картина очень пестрая получается, потому что у нас государства на планете у нас очень много, народов еще больше, там просто тысячи их. Но тем не менее мы вот как-то проводили один из семинаров, мы решили там попробовать провести параллели между укладом жизни, национальным характером людей и какими-то психологическими типами. Ну вот в соционике типов 16 рассматривается, и какие-то из них действительно похожи на те или иные нации. Ну и типов, понятное дело, мало, наций намного больше, поэтому они повторяются, но есть еще дополнительные параметры, которые позволяют нам какие-то индивидуальные признаки между близкими даже нациями, вот о которых мы сегодня в том числе поговорим, определить какие-то различия, чем они друг от друга в каких-то нюансах отличаются. И для этого мы используем вторую такую типологию. И что у них общее между собой, да? И что общее, да, и что различное. А вторая типология помогает нам дифференцировать. Она описывает поведение, характер человека, то, что мы можем пронаблюдать со стороны. И там рассматриваются такие четыре функции, которые взяты из философии. Это логика, эмоция, физика и воля. И они у каждого человека находятся в своем порядке, и, соответственно, мы можем и у каждой нации примерно определить, у какой нации там повыше эмоция, то есть у них выше эмоциональность какая-то, может быть, художественная направленность, а какие нации такие менее эмоциональные, более такие интеллектуальные, может быть, мыслящие, такие холодные, отстраненные, ну и так далее. И обычно, если мы возьмем так очень обобщенно, на глобусе посмотрим, то есть северные нации, они, как правило, менее эмоциональные, они более логичные, прагматичные, просчитывают наперед. Это связано и с эволюционными процессами, потому что, ну, официально считается, что люди на севере, они были вынуждены продумывать наперед свою стратегию выживания, им постоянно приходилось напрягать свои мозги, потому что у них было не так просто получить какие-то базовые ресурсы, благодаря которым они могут выжить. Может, поэтому они и богаче? Есть такая параллель, да, вот этими индивидуальными различиями, вот это тоже одна из сфер моих интересов, вот, и очень интересно, как работают различные уровни интеллекта, есть даже и работы научные по этой теме, то есть есть средний уровень интеллекта в разных странах, и действительно имеется корреляция с благосостоянием той или иной страны и с индивидуальным благосостоянием того или иного человека. Вот, а когда нация какая-то, проживающая в более теплых широтах, где чуть попроще выжить, например, потому что там больше пищи, грубо говоря, то такие нации, как правило, они более эмоциональны и меньше просчитывают на какую-то далекую перспективу. Это если мы так очень-очень обобщенно возьмем. Ну вот, отталкиваясь от этого, мы уже дальше начали раскладывать, смотреть, какие нации, какие типы могут иметь. Слушай, интересно, интересно. Это как по мне выбирали мне собаку. Ну, что-то вроде. Но на самом деле вот эти индивидуальные различия, психологические типы, они напрямую влияют на совместимость между людьми. Это одна из фишек вообще соционики. То, что вот есть люди, которые изначально совместимы хорошо, и у них больше шансов договориться, ужиться, и там, может быть, что-то большее между ними возникнет. А есть люди, которые не смогут договориться и найти точки соприкосновения практически никогда. Вот есть вот такие постулаты, одни из базовых. То есть я могу ужиться только с пуделем? Нужно определять психотип пуделя. Ну, вот и определили, мне сказали, твой тип – это пудель. Выбирай себе породу пудель. Чего я и выбрал. Получается так. Слушай, ну, интересно, конечно. Вот даже здесь можно по евреям проследить. Да, вот когда мы говорим евреи талантливые, богатые и все прочее, обычно мы даже, как бы, нам не приходит в голову, что мы говорим в основном об ашкеназах. То есть тех евреях, которые живут в такой, в северной полосе, да, или в средней полосе. То есть это Германия, Польша, Россия, Белоруссия и так далее. То есть это ашкеназы. Они более такие активные, во всех сферах практически заняты. Поэтому их больше мы не замечаем. Сефардов – это южиане, мы их замечаем мало. А вот, допустим, те же уже фалаши или еменские евреи, тунисские, марокканские, тех, кого вовсе не заметно. То есть там в Йемене, допустим, никому в голову не придет, что вот мой сосед еврей, он какой-то там талантливый. Хотя у нас вот другой стереотип в отношении. Ну да, мы привыкли жить в европейской части глобуса, скажем так. У нас были исторически заметные другие вот эти ветви еврейского народа. Ну и даже, насколько я помню, по исследованию, если мы берем традиционный способ измерения интеллекта, вот тот самый тест IQ, у евреев там, по-моему, средний интеллект что-то выше, чем 110. Хотя в России средний интеллект, по-моему, то ли 98, что-то такое. И у разных стран он по-разному. Но, видимо, вот эти евреи, которых мы все знаем… Это ашкеназы, да, именно по ашкеназам. Именно они и организовали государство Израиль, которое организовано, в общем-то, достаточно грамотно. То есть чувствуется, что там люди приложили лучшие умы для того, чтобы это государство состоялось. Да, так и есть, да. Причем, насколько я знаю, что и у руководства государства Израиль, как было, так и есть. В большинстве это все-таки ашкеназы. Но они в такой ситуации, в таком географическом положении, что у них, если бы был кто-то не очень умный во главе государства, то Израиль бы закончился очень быстро. Поэтому они вынуждены были просто для того, чтобы выжить… Дать власть ашкеназам. Лучшим людям, с самым лучшим интеллектом дать управление. А есть государства, которые у них никак государственность не состоится, и они исчезают и проигрывают борьбу за выживание. Да. Тимур, давайте поговорим об армянах. Я знаю, что мы уже договаривались, что же греха таит. Мы поговорим не только об армянах, но и о наших соседях. Мы поговорим и о грузинах, и о лезгинах поговорим, и об азербайджанцах. То есть о тех народах, которые окружают армян. Начнем давайте с армян. Что наука говорит об армянах, наука соционика? Если мы берем народы Кавказа, как северного, так и южного, то там люди живут с точки зрения соционики. Помним, что типов всего 16, поэтому это будет такое грубое достаточно обобщение. То там очень много наций, в которых прослеживаются две основные яркие черты. С одной стороны, это накопление, приумножение и обмен ресурсами материальными в том числе. А с другой стороны, это поддержание родственных связей, такая коллективная ответственность, поддержание вот этих вот неформальных связей, когда люди держатся друг друга. Это у евреев тоже такое прослеживается, и у кавказских народов, и у армян в том числе. Когда очень важны вот эти родственные, дружеские, кровные связи неформальные. И благодаря такой стратегии это позволяет, в общем-то, выживать сквозь века, когда люди держатся друг друга, людей своего племени, и помогают друг другу ресурсами для того, чтобы выжить. И в соционике есть такие типы. Он называется, если брать научное определение, это сенсорно-этический экстраверт он называется. Вот моя кошка пришла помогать. Она участвует во всех консультациях и во всех наших трансляциях. И у таких людей есть название сенсорно-этический экстраверт, а есть название, такое кличка, которая пошла в народ, в массы. Она называется Наполеон. Называется этот тип. И мы проверяли исторического персонажа Наполеона Бонапарта, и у него реально был такой тип. Хотя сам персонаж был выбран далеко не самый типичный для того, чтобы назвать им целый тип, потому что у него был очень жесткий характер, который не свойственный, например, тем же самым армянам. Если мы посмотрим на проявление армянское, то есть мы с одной стороны видим вот этот тип Наполеон, сенсорно-этический экстраверт. Это такой человек, достаточно общительный, с широким кругом знакомств, который умеет поддерживать полезное знакомство, который держится своих родственников, помогает широкому кругу родственников, и в принципе людям своего рода, племени, условно говоря. А если мы берем второе измерение, там, где эмоция, физика, логика, воля, вот это вот все, вот эти функции, если мы берем эмоцию, это все, что касается эмоциональной окраски жизни, творчества. И вот как раз-таки ярким примером этого является известный довольно-таки армянин Серж Танкян. У него как раз тот самый порядок функций, который с нашей точки зрения является тем самым выразителем национального характера армян. Вот у него первая эмоция – это очень яркая эмоциональность. Если у него любовь, то она просто застилает глаза. Если ненависть, то аналогично. Очень яркие эмоциональные переживания. Но это в творчестве, собственно, его сольном и в группе системы Fadawn. Это очень ярко выражено. То есть такие пиковые эмоциональные состояния, очень яркая эмоциональная окраска вообще мировосприятия. Это вот такая специфика. Но это, в общем-то, прослеживается и в армянском творчестве, и в народном, и в песнях, в том числе, и в музыке. То есть очень яркая эмоциональность. И другая, самая главная черта армян, это физика, если мы берем следующую, она по порядку. Физика отвечает за взаимодействие с материальным миром. И у армянского национального характера, у менталитета вторая физика. Это функция сильная, и она означает что? Она еще называется, и у нее есть такое название, труженик. То есть это неустанный созидательный труд во благо себя, окружения, тех стран, в которых армяне, в которых они оказываются. Ну вот ваши сюжеты как раз со всего мира, они очень ярко этому свидетельствуют. То есть это люди, которые очень четко и очень ярко ориентированы на постоянный созидательный труд в огромном количестве, причем помогают не только себе, не только своим, но и тем народам, тем странам, в которых они живут. И это очень ярко проявляется в том, что если мы посмотрим, в каких сферах мы можем чаще всего встретить армян. Вот лично я просто беру мой личный опыт. Я живу в Калининграде, это достаточно далеко от Армении, но тем не менее, кто у нас армяне чаще всего? Это врачи, самые разные, причем от стоматологов и всякими другими специальностями тоже можно не ограничиваться. Всевозможная сфера услуг, связанная с производством, например, продуктов питания очень часто тоже. То есть там они обязательно что-нибудь создают, это обязательно очень вкусно. Если я вижу магазин и вижу, что там Армянин является его хозяином, я без проблем иду туда что-нибудь покупаю, я знаю, что там обязательно что-нибудь вкусное найдется. Если я вижу, что врач Армянин, я вообще без проблем доверяю, потому что у меня еще ни разу не было такого, чтобы мне Армянин оказал плохую услугу. Мне кажется, если Армянин оказывает плохую услугу, это какой-то неправильный Армянин. Я такого пока не видел. А я видел. Ну, у вас опыт просто намного больше общения. Но вот такая неустанная установка на то, чтобы постоянно трудиться, создавать, создавать материальные блага, это вот такая основная черта, потому что есть нации, которые называют ленивыми, вот прямо скажем, да, вот к армянам это вообще никак не применимо, на мой взгляд, потому что это и теоретически подтверждается, и с практической точки зрения, то есть в основном это люди очень трудолюбивые, очень работящие, и которые склонны трудиться постоянно, вот это вот такая главная черта. Мне кажется, армяне это из той категории, вот где говорят из крайности в крайность, вот нет никакого средничка, вот они как бы будут отстаивать свою точку зрения, либо это должно быть черное, либо это должно быть белое, красное не существует, я не знаю почему. Это вот тоже можно объяснить, да. Дальше идут, вот если у нас самая высокая функция, самая сильная, это эмоция, это как раз она определяет такую полярность мировосприятия, то есть если люблю, то люблю. Если ненавижу, то ненавижу, не обязательно, но просто вот такое восприятие очень яркое, очень контрастное. Физика у нас тоже высокая, и дальше есть такая функция, как воля, и вот она в армянском национальном характере, она носит такой уязвимый характер. То есть с одной стороны, это человек, у которого воля третья, это человек амбициозный, но с другой стороны, это человек очень уязвимый, вот он очень ярко и бурно реагирует, если вдруг его интересы... Если кто-то обижает, долго помнит обиды, и вот эта первая эмоция, она еще дополнительно это окрашивает. Если кто-то когда-то предал, даже если это произошло 300 лет назад, это очень четко хранится в памяти, вот эта обида, она не вытравливается, она не выветривается. Вот такая уязвимость, ущемленное, может быть, где-то даже эго, утверждение своего какого-то желания, своих целей, и очень болезненная реакция, когда кто-то пытается этому помешать, или кто-то как-то пренебрежительно высказывается. Вот такие вещи, очень чувствительная самооценка, если вот так обобщить. Вот это вот такая одна из черт армянского национального характера, это вот третья воля, она много у каких народов прослеживается, просто у армян еще плюс... Вот такой менталитет старика, мне кажется, на все остро реагировать, быстро обижаться, может, это связано еще с тем, что все-таки народ давно живет? Ну, я не знаю, может быть, это вам так кажется, я бы не воспринимал армян, понятно, что эта нация очень старая с исторической точки зрения, но с точки зрения какой-то эмоциональности, далеко не все старики обладают такой живой эмоциональности, многие, наоборот, с годами они перегорают и становятся такими достаточно тусклыми, а тут такая яркая эмоциональность, это скорее, мне кажется, свидетельство, это какой-то молодости, души, мировосприятия, несмотря на то, что там история много тысяч лет охватывает. Да, ну ничего, я тоже знаю 90-летнего старика, который ходит в джинсах, молодится, так что все в этом отношении в порядке. Ну да. Это если переложить на нацию. А с точки зрения IQ, как у армян, сложно все или как там? Тут я, честно, не могу сказать, я не помню показателей там по всем странам, вот, тут скорее, опять же, мы часто видим лучших представителей, если мы вспоминаем там деятелей культуры разнообразных, даже вот меня интересует вот история России и Российской империи, именно поэтому вот я заинтересовался, в принципе, историями вот этих всех стран, которые откололись и после Великой Октябрьской революции, и после распада Советского Союза, меня очень интересуют, в принципе, вот эти конфликты, которые происходили на постсоветском пространстве, и вот через это я нашел и ваш канал в свое время, потому что меня интересовали информации по Карабаху, то есть что конкретно там происходило, и так я вышел на ваш канал, но в итоге посмотрел все, что у вас есть, даже не по Карабаху, а вообще, вот, потому что просто интересно, и вот эти вот штуки, связанные там с уровнем интеллекта, еще что-то, если мы возьмем историю, например, Российской империи, у нас огромное количество было деятелей армян, армянского происхождения, которые привносили свой вклад в культуру, причем не только в нашу, но и в других стран, поэтому мне кажется, что тут особо переживать не стоит, в любом народе есть люди как с высоким уровнем интеллекта, так и есть не очень, но армянам-то точно волноваться не о чем, потому что, если мы берем лучших представителей в разных сферах, у разных стран, там везде обязательно найдутся армяне, вот это можно даже видеть, даже по вашим этнографическим экспедициям по разным странам, в какой-нибудь стране, которая чрезвычайно далека от Армении, от ее культуры, среди выдающихся людей обязательно найдется какой-нибудь армянин, который что-то полезное сделал для этой страны, так что вообще беспокоиться не о чем, мне кажется. С богатыми людьми, с людьми, с хорошим интеллектом все хорошо в Армении. Ну, об армянах у нас все, да, насколько я понял? Ну, в общих чертах, да, где-то, если так вот сказать, то самые яркие черты. Хорошо, перейдем к грузинам, и вот этот вечный спор, кто лучше, армянин или грузин, откуда он взялся, и что общее, и что разнит, скажем, эти два народа, которые, в принципе, тоже испокон веков живут вместе, как бы грузины называют армян южными своими соседями, а армяне называют грузин своими северными соседями, то есть сомхоти в рации, в рации по-армянски Грузии, да, то есть северные, верхние соседи, то есть это даже в языке заложено, и если вот брать даже те книжки, которые мне в руки попадались, по истории Византии, арабского халифата, было очень много войн, когда грузинские и армянские дружины вкупе воевали против там тех же византийцев или арабов, то есть были такие общие дружины, и вдруг вот сегодня, ну не сегодня, а уже, наверное, с 20 века, мы часто слышим о том, что вот эти вот споры бесконечные, кто лучше, ну я утрированно, конечно, говорю, кто лучше, да, грузины или армяне, вот что общее между этими народами и что их разнит? Ну, с точки зрения типологической, если мы посмотрим, то, конечно, народы очень близкие, очень похожие, вот, и если мы берем какой-то тип там условно национального характера, то с точки зрения соционики это будет тот же самый Наполеон, сенсорно-этический экстраверт, вот, но уже с другими, с другими особенностями, потому что национальный характер и какие-то индивидуальные черты, конечно, тоже никто не отменял. Если мы сравниваем с армянами, то отличие будет, вот, если у армян у нас была эмоция, физика, воля, логика, то мы, если берем грузин, то мы эмоцию с физикой переставляем местами, физика у них на первом месте, и тут, конечно, тут, ну, я думаю, что многие люди смотрят вас из Грузии, я сразу хочу сказать, что это средняя температура по больнице, это стереотипы, любое обобщение, это в любом случае зло и неправда, если мы начинаем смотреть и спрашивать каждого человека, все равно найдутся отличия, но если мы смотрим что-то очень-очень среднее, то по степени трудолюбия и смотрим, как человек подходит к материальному миру, грузины все-таки в этом вопросе гораздо более расслаблены, предпочитают одним махом что-то сделать и больше не напрягаться, чтобы не находиться постоянно в состоянии вот этого труда, что, естественно, для армян, для грузин не совсем естественное состояние, если мы берем... То есть они менее трудолюбивые. Они скорее предпочитают подход к труду, один раз напряглись и расслабились, и чилим, не напрягаемся, расслабляемся, пьем хванчкару, слушаем сулико и вот это вот все. И песни уже опять, если мы берем грузинские песни, сравниваем с армянскими, эмоции уже не на первой позиции, когда у армян это был контраст, эмоциональные пики, то есть такие яркие эмоциональные состояния, контрастные. У грузин эмоция вторая, это, соответственно, эмоция выражается в творчестве, это уже более певучая, более с тонкими нюансами, какая-то распевная какая-то мелодика в музыке присутствующая, более что-то такое тягучее, бесконечное, то есть не пиковое, а такое мягкое, такое плывучее. Именно вот разница физики эмоций, вот она таким образом влияет на национальный характер, и это довольно четко прослеживается и по поведению, и по тем людям, которые бывали в Грузии, знают грузин много, которые похожи на классических грузин, потому что человек живет, например, у нас в России много живет, и армян, и грузин, но они далеко не все близки к своей национальной культуре. А если человек непосредственно находится там и пронаблюдает за его типичным состоянием, то скорее вот ситуация вот такая, они более расслабленные, менее трудолюбивые, может быть, где-то даже ленивые, но тем не менее у них просто такой подход к жизни, они предпочитают сильно не перенапрягаться и не находиться в состоянии вот этого трудоголизма, который вполне себе свойственен армянам. Вот такая между ними разница. Но при этом у грузин сохраняется та же самая черта по поводу ущемленных своих интересов, по поводу бунта, по поводу обидчивости, злопамятности, вот этих всех штуковин. То есть у них это тоже сохраняется. Это общее с армянами. Да, да, это присутствует общее. А вот Абхазы насколько далеко от грузин? Абхазы... Этот вечный конфликт, я не знаю, неужели они такие вот разные все-таки? Мне кажется, все-таки разные. В Абхазии я и сам лично был, вот непосредственно довелось пронаблюдать. У Абхазов в чем отличие? Ну, во-первых, если мы посмотрим непосредственно на сам характер, да, вот если мы берем вот эту волю, которая отвечает за амбиции человека, за его я, за его эго, вот если у армян и грузин эволя третья, которая чувствительная, которая очень сильно уязвимая, обидчивая и так далее, у Абхазов воля скорее четвертая. А четвертая воля – это человек, который достаточно равнодушно относится к тому, как его оценивают, достаточно равнодушен к амбициям, достаточно равнодушен к тому, чтобы выйти на какой-то первый план, заявить о себе, что-то требовать. То есть они в этом плане, у них абсолютный дзен. То есть они достаточно такие, самодостаточные. Понятное дело, что у них был конфликт, там вот в начале 90-х вот это вот все, вот, и там разные есть мнения по поводу этого всего, но Абхазы существенно в этом плане отличаются. И Абхазов, кстати, сближает с армянами, общая черта. У Абхазов тоже похоже, что эмоция первая, как и у армян, но только воля у них четвертая. То есть это такие, похоже отдаленно на армян, но при этом у них нет таких ярких амбиций, нет такой яркой обидчивости, но эмоциональное восприятие мира, черно-белое, яркие эмоциональные всплески, у них это все присутствует. Что касается какого-то трудолюбия, тут сложно сказать, потому что есть масса стереотипов про Абхазию и про Абхазов, что вот у них там, как прошел конфликт, с тех пор у них там многие города не починили, например, дома стоят с дырками от пуль. Но тут, мне кажется, еще вопрос финансирования. Финансирование, конечно. Раз уж они выбрали путь... Это главный вопрос. Да. Раз уж они выбрали путь того, чтобы оставаться независимыми, понятное дело, что Россия им помогает, но, видимо, они выживают на те деньги, которые у них есть. И, понятное дело, что восстановить все по полной программе не получается. Вот. И еще интересная черта у Абхазов, если мы так расставляем все вот эти функции по порядку, третья функция, она всегда уязвимая. Если у нас у армян и у грузин уязвимая функция – это воля, все, что касается восприятия себя, целей, своего эго, то у Абхазов это логика, это интеллектуальное познание мира. И, в принципе, аналогично ставится на третью позицию, потому что все остальное мы уже расставили. И еще я слышал такое мнение, я лично, правда, не изучал этого, это сугубо так вот, за что купил, за то и продаю, что у Абхазов якобы очень сильно запутанные, замудренные сказки и фольклор. Это вот как раз может быть спецификой вот этой третьей логики уязвимой, когда человек хочет сформулировать какую-то сложную концепцию, но при этом испытывает в этом затруднения и может болезненно относиться к оценке своих интеллектуальных способностей. То есть если у грузин и армян их «я» – это уязвимая позиция, то если мы берем национальный характер, менталитет Абхазов, то получается, что у них вот эта интеллектуальная часть для них уязвимая, что может быть не очевидно для человека со стороны. Они вроде как на расслабоне, вроде как они не имеют каких-то больших амбиций, там имперских или еще каких-то. У них нет там желания расширять до древнего Абхазского царства свою территорию, они просто живут на своей территории, какая им досталась, как получилось, и все. Ну вот, видимо, в интеллектуальной вот этой теме у них присутствует какая-то уязвимость. Вот наиболее логичная картина получается вот такая. Тимур, вот среди армян, я понимаю, это такой комплекс, а есть такой комплекс, ну, скажем, у многих народов есть свои такие какие-то родные братья. У картвелов это, как они там, и милитинцы, и мегрелы те же, да, у, скажем, тех же Лизгин, рунтульцы родные братья, у азербайджанцев там те же туркмены, турки. У армян таковых как таковых нет. Просто вот лингвистически даже, если брать что-то этнически, потому что армяне сформировались достаточно давно, как единый народ, да, и те родственные народы, которые рядом были, они сформировались, как бы влились в этот один большой армянский народ на армянском Нагоре. И уже веками таких братьев как таковых нет. Армянам вот хочется, вот хочется. И им всегда кажется, что менталитетом к ним ближе, вот несколько они перечисляют таких народов. Это осетины, это греки и это осирийцы. Вот что вы скажете? Есть что-то общее у армян вот с этими народностями, которые я перечислил, или все-таки армяне заблуждаются? Тут достаточно сложно сказать, потому что я вот такую глубоко специфику... Скорее вот на уровне тех знаний, которые у меня есть про эти народы, а их немного, я бы предположил, что греки ближе всего. Потому что все-таки эти народы, они другие очень сильно, и армяне слишком сильно отличаются от окружающих народов, которые вокруг них сейчас остались на момент нашего 21 века. То есть даже те же осетины не так уж и близки, да? Может быть, да, потому что я мало опыта имею общения с людьми из таких народов, и нужно, наверное, поехать все-таки в Осетию и непосредственно посмотреть. Вот пока что не ездил, чтобы непосредственно изучить на месте, как оно. То есть наиболее можно назвать греков? Я бы предположил, что да. Но это так, опять же, очень гипотетически нужно это еще проверять. Хорошо. Есть еще один такой достаточно немаленький народ, лесгины, которых еще упоминал Геродот. Он их упоминал не как лесгин, да? Он их упоминал как одна из составляющих албанских племен. Там их было 24, если мне не изменяет память. Среди них вот были и лесгины тоже. То есть это достаточно такой древний народ, который потерял свою государственность, Кавказская Албания, исторический сосед Армении. То есть все, что за Курой, к востоку от Куры, это историческая Кавказская Албания. То есть земли тех же лесгин или лесгины язычных народностей. Цахурцев, рутульцев, табасаранцев и прочих. Все, что к западу от Куры, это уже земли армян исторические. То есть получается, что они наши исторические соседи, я имею в виду армян. Вот каково с ними? Кстати, они и сейчас разделенные народы. То есть часть лесгин проживают на юге Дагестана, другая часть на севере Азербайджана. Когда выкраивали большевики границу, так получилось, что граница прошлась как раз по селам этого разделенного народа. Вот что вы скажете о лесгинах? Ну о лесгинах что можно сказать? Это у нас народ, который, если мы так вот смотрим в приближении, посмотрим Кавказ, там Южный Кавказ, Северный, то они, конечно же, ближе к Северному Кавказу, насколько я понимаю, и ментально, и этнически. И, соответственно, когда мы уже смещаемся туда немножко, там возникают свои особенности. Если мы берем с точки зрения типологической, мне кажется, они наиболее близки к чеченцам, дагестанцам по национальному характеру. И там, кстати, интересный тоже момент. Опять же, вот когда мы берем Кавказ, у нас по-прежнему сенсорно-этический экстраверт Наполеон, потому что таков регион мира. И там уже другой порядок функций. Если мы берем волю, как уверенность в себе, в своей цели и вот это вот все, то здесь она у нас перемещается на первое место. Точно так же, как и у чеченцев, как и у дагестанцев. И воля первая, это значит, что человек абсолютно уверен в себе. Его невозможно сдвинуть с места. У него нет вообще такого понятия, что он чего-то не может. Ему достаточно захотеть, и его желание, оно уже достаточно сильно. Такие люди, как правило, достаточно целеустремленные. Если это сочетается с интеллектом и уровнем культуры, они, как правило, достигают высоких результатов в обществе. То есть они становятся крупными какими-то деятелями, они могут руководить достаточно большими структурами, могут возглавлять свой бизнес, начинать новое какое-нибудь предприятие свое. Если это человек, который уровнем культуры, например, у него не свезло, или там имеются какие-то индивидуальные психологические особенности, то такой человек может быть социально опасен достаточно, потому что его целеустремленность – это из разряда «вижу цель, не вижу препятствий». То есть это такие люди очень целеустремленные, и их сбить с толку, сбить их с их пути практически невозможно. Это может иногда выражаться в форме такой определенной жестокости. Ну, народы того региона, они, собственно, испокон веков известны тем, что они лучше всего умеют делать и заниматься одним делом – это воевать. И, соответственно, это выразилось у них и в национальной культуре, и в творчестве, и в их национальном характере, который по-прежнему очень силен. И, кстати говоря, выразителем вот этого национального характера является Рамзан Ахматович Кадыров, собственно. Вот у него как раз такой тип, он Наполеон по соционике – воля, физика, эмоция, логика. Вот, собственно, вот этот порядок функций, он характерен для вот этих народов. То есть это большая целеустремленность, это большое трудолюбие и умение прилагать необходимые усилия для того, чтобы преображать действительность, работать активно. Вот, это некоторая уязвимость уже в эмоциональной сфере, предпочтение тому, чтобы свои эмоциональные переживания прятать. Если мы сравниваем с эмоциональным выражением, например, грузин или армян, это гораздо более эмоциональные люди. А здесь уже менталитет таков, что свои эмоциональные переживания нужно подавлять, не проявлять их ни в коем случае, особенно если это мужчина. Но, собственно, даже и женщинам это нежелательно, проявлять свои эмоции чрезмерно. У них это присутствует в культуре. Вот, и это такая черта уязвимая психики, когда человек свои эмоциональные переживания, он их не может осознать до конца, поэтому он на всякий случай их прячет, потому что он боится, что они могут над ним взять верх, и он может что-нибудь там сделать, что-то не то. Из разряда там в глазах потемнело и натворил дел. Вот, поэтому стараются эмоции свои куда-то подавлять. Вот такой вот специфический национальный характер. Вот, то есть очень высокая целеустремленность, высокая там, может быть, даже агрессивность, экспансивность, вот, и прячут свои эмоции, свои переживания. Вот, такая вот специфика интересная. Ну, наверное, вот эта вот высокая агрессивность, она и дала народу выжить. Да, конечно. Да. Ну, я не знаю, о талышах поговорим, это все-таки ираноязычный такой народ. Про талышей ничего не могу сказать. Да, он ближе к Ирану, скорее всего, это менталитет такой, более иранский. Ну, что, у нас остаются наши добрые соседи, азербайджанцы. Да, да. Что о них можно сказать? Там картина отчасти похожа на наши народы Северного Кавказа, вот, потому что там отчасти похожи типы. Вот. Там тоже воля на первой позиции, то есть это полная уверенность в своей правоте. Вот, то есть это даже не обсуждается. Это люди тоже достаточно целеустремленные, если мы берем такой среднестатистический характер азербайджанца. Вот, это тоже высокая трудоспособность, это вторая физика. Это объединяет, кстати, с армянами, тоже похожая специфика. Правда. За счет того, что воля первая и амбициозность очень высокая, в сфере услуг азербайджанцы встречаются все-таки не так часто, как армяне. Ну, на мой взгляд, сколько я наблюдаю, они как-то предпочитают какие-то другие виды деятельности. Сферы торговли, наверное. Торговля, да. Вот. А когда это связано с какими-то услугами, где есть еще какой-то сложный процесс за этим, чтобы стоял, вот они, как правило, туда не особо идут. Вот. То есть если они что-то делают, то что-нибудь такое по-крупному, что называется, что-нибудь какая-нибудь большая, там, не знаю, база чего-нибудь, большой торговый центр, что-нибудь большое. Вот. Это такая специфика, но, видимо, амбициозности за счет того, что воля первая, уверенность в себе очень большая. То есть это все присутствует. А дальше интересный момент. Третья функция уже у них не эмоция, как у чеченцев, например, которые там в Северном Кавказе. У них третья функция – это логика. Это то, что касается интеллектуального познания. Это то, что касается интеллектуального обоснования как самих себя, так и своего языка и вообще всего, что с этим связано. Вот. И это достаточно ярко пронаблюдалось. Вот я пока смотрел ваш канал, я действительно у меня собиралась картинка, какой же национальный характер может быть у азербайджанцев. И у них получается тип, там порядок функций – воля, физика, логика и эмоция. Эмоция на последнем месте. И это тоже характерно. Сейчас я по порядку расскажу. Значит, третья логика – это, ну, самым ярким свидетельством, наверное, третьей логики является Академия наук Азербайджана. То есть у людей есть определенные амбиции в том, чтобы состояться в интеллектуальном плане, продемонстрировать это миру. Амбиции есть, уверенность в себе присутствует, высокая трудоспособность тоже присутствует, но результаты не всеми признаются как однозначные или какие-то выдающиеся. То есть с этим есть определенные сложности. Вот. Отсюда их такая небольшая присутствует где-то обида, где-то, может быть, зависть по поводу того, что армянская культура гораздо богаче. Вот. Просто потому, что она древнее. То есть тут такой момент тоже присутствует, точка конфликта определенного. И четвертая эмоция. Когда у человека, или там, ну, менталитет народа, если смотрим, четвертая эмоция, это значит, что он сам создавать какое-то творчество музыкальное, ему сложно. Он скорее его заимствует. И это тоже очень ярко заметно. Потому что если мы берем азербайджанскую культуру, это культура такого народа, такой территории, на которой живут много разных народов. И они, по сути дела, впитали в себя что-то от Ирана, что-то из тюркских своих корней, что-то от местных народов. Очень много из Ирана, именно из ираноязычных народов. Да. Особенно от татов и талышей. Да. И даже что-то у армян. Потому что тут у нас получается такой интересный парадокс. Между всеми типами, между ними возникают взаимоотношения. Все вот эти функции взаимодействуют между собой. И если мы берем национальный характер армян и национальный характер азербайджанцев, они друг друга в чем-то дополняют, в эмоции. Потому что у армян эмоция – это самая яркая их черта. А для азербайджанцев четвертая эмоция. Они, в общем-то, позитивно это воспринимают. Ну, понятное дело, если мы берем нормальные взаимоотношения народов, когда это было, например, хотя бы в Советском Союзе. Когда все вот эти этнические конфликты, они были задушены, загашены, где-то были на периферии, люди жили в мире… Притуплены. Притуплены, я бы сказал. Да. То есть люди в основном жили нормальные. Баку был многонациональный город, действительно многонациональный, а не то, как это сейчас рассказывают иногда. И, соответственно, вот эта эмоциональность армян, она как раз-таки хорошо дополняет национальный характер азербайджанцев. Но есть непреодолимый конфликт по воле. Потому что если мы берем волю у азербайджанцев, которые, первое, абсолютно уверены в своих целях и в своей правоте, и есть воля уязвимая у армян, которые хотят, чтобы их мнение, их желание тоже учли, чтобы к ним прислушались, чтобы с ними договорились, а с той стороны глухая стена, они договариваться не хотят. Они просто настаивают на своем. И вот этот конфликт даже на уровне менталитетов, он изначально заложен. Имеется такая черта довольно специфическая. А вам не кажется, что вот национальный характер азербайджанца, он больше походить на национальный характер народности Средней Азии, чем Кавказа? Вот хотя бы в этом отношении, что вы описали? Может быть, может быть. Но Средней Азии, опять же, я не являюсь на таком народов, вот Средней Азии. Мне кажется, они тоже там все очень разные, смотря кого мы возьмем. Ну, я имею в виду хотя бы тех же туркмен, скажем, вот, тюркские народности Средней Азии. Ну, поскольку азербайджанская нация – это нация политическая в большей степени, то есть мне скорее кажется, что там получилась такая смесь чего-то тюркского и местных народов, в том числе и Кавказ. Ну, сложно разобрать, да? Да, да. То есть там, мне кажется, сплелось и то, и то, потому что одно без другого не существует. Потому что если мы возьмем азербайджанцев и народы Средней Азии, все-таки они отличаются. Народы Средней Азии между собой похожи больше, чем азербайджанцы с ними, с каждым по отдельности. Все-таки это такая, там произошло такое смешение народов всяких разных. Вот, поэтому вряд ли, вряд ли я бы тут мог согласиться. Смешение в смысле в Средней Азии или в азербайджанском народе? В азербайджанском народе там произошло смешение. То есть там и иранцы, и таты, и лесгины, и армяне. Вот, до сих пор же, вот вы как-то упоминали в одном видео, что до сих пор неизвестно, какой именно процент армянской крови среди азербайджанцев. Да, да, да. Ну, это там даже не кровь. Там даже вот... Когда это? Первый раз я услышал, по-моему, в 98-м году. Первый раз я прочел, что на территории Азербайджана проживает 30 тысяч армян. И вот нынче уже 2022 год я постоянно читаю, что там 30 тысяч армян. А сколько населения Азербайджана современное? Я не знаю, но говорят вроде как о 9 миллионах. Ну, то есть 30 тысяч, это совсем мало. Это мало, но парадокс в том, что эти 30 тысяч, они почему-то и не умирают за эти годы, и не плодятся. Они вот как вот фантомы, что ли. Вот они просто есть, вроде бы как для музея, что ли, держат. Для чего? Кто эти люди? То есть их никто не видел. Вот они 30 тысяч. Мне кажется, их там должно быть намного больше. И там в свое время, мне кажется, это будет очень хорошим шагом для того, чтобы все-таки в конце концов примириться. Потому что те же самые турки, они вот спустя 100 лет все-таки разрешили, вскрыли вот эти архивы еще со времен геноцида армян. И огромное количество турков узнали, что они оказываются армяне. Да, они боятся, они боятся. Турки еще нет. Турки, если узнают, что у них имеются армянские или греческие корни, они тут же переписываются в греков и в армян. Это нормально, турки это действительно делают. Но это недавно началось относительно. Да, это недавно только началось, да. И многие даже боятся лезть в эти самые клетки, там что-то изучать турки и турки. И ладно. Потому что среди молодежи сейчас очень популярно почему-то, я имею в виду турецкой молодежи, очень популярно искать себя вот в каких-то вот таких народностях, скажем, автохтонных. Вот. У азербайджанцев я не знаю как. Ну, сейчас у них после победы, такой фейковой победы в Арцахе, конечно же, они окрыленные. Но до этого они тоже как бы еще себя считали непонятно кем. И ДНК, если кто-то и проводил, они смотрели на эту карту своих предков и очень удивлялись. Вот. Много очень видео гуляет на Ютубе, где азербайджанцы показывают, вот какие народности у них в клетках показаны. То есть там есть и армяне, немаленький процент, там и персы, и арабы, и тюрки. Там кого только нет, но почему-то нет ни одного азербайджанца. Ну, это по-другому и не могло быть. Просто такая территория, там столько народов жили в свое время. То есть это просто нереально, чтобы там бац, и вдруг возникла неоткуда нация, которая еще генетически однородная. Ну, не бывает так. Да, да. Вот. И я задам вполне, наверное, такой, как мне кажется, справедливый вопрос. Для наших зрителей, наверное, он покажется хорошим вопросом. Как считаете, учитывая то, что вы сказали, и некую общность, и некую разность между армянами и азербайджанцами, совместное проживание возможно между этими народностями? Или это все-таки исключено? Я думаю, что оно возможно, вполне себе. И это даже почти произошло. Вот когда в 99-м, по-моему, году, когда Гейдар Алиев и Роберт Кочарян, они почти договорились по Карабаху. Во время советского периода. Вот если откидывать политику между простыми людьми, Армянин может понимать азербайджанцы и наоборот? Ну, конечно, конечно. Мне вспоминается, знаете, такая история, она немножечко такая грустная, но есть там такой небольшой элемент комичности. По-моему, год или два назад как-то поймали, где-то у нас в России, где-то в Сибири, по-моему, два товарища изготавливали паленую водку. И выяснилось, что один азербайджанец, а другой армянин. И вот они сделали совместный бизнес. И у них никаких этнических противоречий в этом плане не возникло. Так что как только, мне кажется, исчезает сверху трансляция определенных установок враждебных, то обычные люди между собой учатся договариваться абсолютно нормально. Я еще как-то смотрел передачу про какое-то грузинское село, которое находится где-то рядом с границей Армении и Азербайджана. И там пополам живет и армян и азербайджанцев, и все они прекрасно друг с другом ладят. То есть вне Азербайджана этот конфликт, он как будто бы слабее. Во! Во! Я как раз об этом и хотел сказать. Вот вы сейчас перечисляете примеры, да? Вот там где-то самогонка, там где-то грузинское. Я и хотел сказать, так это все происходит за пределами Азербайджана. У меня тоже есть несколько достаточно хороших приятелей, азербайджанцев, с кем я общаюсь. Они смотрят, кстати, мой канал Антитопор, все нормально, где-то смеются, где-то мне делают замечания. А вот дело не в этом. У меня довольно-таки хорошие с ними отношения. Я даже им, как я уже говорил, не раз помогал им в жизни. Ну, случилось у них так, что нужна была помощь, и они обратились ко мне, к армянину. Я им помог. Ребята очень хорошие, благодарные ребята. Но! Здесь как раз-таки то самое но. Они родились и выросли в Дагестане, за пределами Азербайджана. То есть там за эти 30 лет выросло поколение, которое не видело армян. Ну, если и видели, то только, может быть, по телевизору. У вас на канале? Да нет, почему на моем канале? У них там показывают своих каналов немало и выставляют армян не в лучшем свете в виде там каких-то дикарей, вепрей, людоедов и прочих, и прочих. И это же прививается все с детского сада. То есть они не видели армян. И поэтому вот сложность, скорее всего, именно с азербайджанцами из Азербайджана. Я не говорю сейчас об их родителях, там, людях старшего возраста, там, от 50, допустим, и выше. Я говорю о тех, которые за вот этот промежуток времени без армян в Баку или вообще на территории Азербайджана успели родиться и вырастить, получить образование какое-никакое, ну уж какое есть. И видеть по телевизору только армян. Вот с ними сложность. У армян такой сложности нет. Потому что армяне более такая интернациональная нация. Они живут практически во всех странах мира, они ладят со всеми. И, кстати говоря, я очень удивлен. Вот здесь я хочу сказать комплимент армянам. Я бывал во многих странах мира. И когда я встречался с армянами, а там же живут, бывает, что армяне и родились там поколениями, допустим, в той же Аргентине или во Франции или в Соединенных Штатах, то есть поколениями живут. А бывает это просто, ну, за последние, скажем, 20 лет, 10 лет иммигранты новой волны. Но что у них общее и чего мне понравилось, они практически все, независимо от того, когда они приехали в ту же Францию или Соединенные Штаты, они прекрасно говорят по французскому языку, на английском языке. То есть это говорит о том, что армяне, когда переезжают в какую-то страну, они начинают с того, что детям дают образование этой страны, они сами начинают изучать этот язык, то есть чтобы среди, скажем, не быть чужими среди, или как сказать, чтобы быть, наверное, своими среди чужих. Да, скорее всего так. И это вот мне, конечно, армянская черта очень понравилась, потому что есть много таких народностей, которые предпочитают жить в гетто. То есть вот я видел афганские районы в Соединенных Штатах, например, да, видел алжирские районы во Франции, они как бы из своей гетто не выходят. То есть живут и живут. Хотя есть такие же армяне в Ливане, есть там в Бейруте райончик тоже такой, где проживают этнические армяне, но при этом они все достаточно хорошо владеют арабским языком, и в основном мужское население учится в арабских вузах, не только в армянских. Ну, чем более архаичное сознание у человека, тем менее охотно он интегрируется куда-либо. То есть если у нас сознание более современное. Да, да. То есть вот этот интернационализм, он, конечно, в армянах есть, и это, конечно, похвально. И здесь, мне кажется, вот этот интернационализм, конечно, он не вписывается с теми азербайджанцами, которые родились и выросли вот за эти последние 30 лет на территории Азербайджана. Ну, вот мы с вами беседовали вот еще до нашего эфира, вы говорили, что так в независимом Азербайджане так было не всегда, и все-таки при Гейдаре Алиеве было иначе. Конечно, конечно. Ну, надо понимать, что при Гейдаре Алиеве это было Азербайджанское СССР. Там еще жили армяне. До 2003 года он же все-таки был президентом Азербайджана, насколько я помню. Тогда уже армян там не было. Я имею в виду, при Гейдаре Алиеве еще не было как таковой армянофобии. Армянофобия началась с Эльхама Алиева. Ну, вот когда человек находится внутри такой среды, и, к сожалению, значительная часть людей поддаются зомбированию, можно внушить все, что угодно. Можно расчеловечить, можно там рассказывать какие-то ужасные вещи, можно с детского сада детям внедрять какой-то ужас. Я видел у вас на канале, вы рассказывали это все. То есть это, увы, такова природа человеческой натуры. И, собственно, жертвами пропаганды многие народы становились. И как только человек выходит из такого окружения, из такой среды, если угодно, переезжает в другую страну, понятное дело, что у него картина мира расширяется, он вдруг может, какой-нибудь азербайджанец, он может познакомиться с армянами нормально с ними, выяснить, что это, оказывается, хорошие люди, что можно с ними дружить, общаться и совершенно не обязательно враждовать или еще что-нибудь. Да, это могут быть и плохие люди, это обычные люди. Да, это обычные люди, как и все остальные, абсолютно. То есть вот эта вот картина, когда люди находятся изолированы на какой-то территории, у них информационные потоки очень мощные, очень однозначно внедряются какие-то установки, то люди поддаются зомбированию, они перестают вообще воспринимать реальность, что-то альтернативное. Сейчас такие процессы у нас на слуху, в новостях, на Украине происходят. Да, да. Точно так же, точно так же. Там русских считают орками, ну и так далее, далее по списку, что называется. То есть часть людей действительно в это верит. Ну вот и неудивительно, что если в Азербайджане... А на Украине прошло всего 8 лет там с переворота, да, а вот в Азербайджане уже 30 лет, условно говоря, такое происходит. Уже выросли поколения, может даже... Там уже на поток это поставлено. Там имеется целый фонд Гейдара Алиева, который контролирует всем этим, и арминофобией в том числе. Ну тем более, то есть если человек с детства находится в такой среде, то понятное дело, что у него и картина миру будет такая, он будет считать, что это нормально. Тимур, спасибо большое за сегодняшний разговор. Я очень рад, что у нас все-таки состоялась эта беседа. Я тоже рад. Долго тянул эту лямку, потому что одно у меня случилось, но другое, тут третье. И вот мы все-таки побеседовали. Я думаю, что нашим зрителям было интересно. Пусть они подписываются и на ваш канал тоже. Там много чего интересного для себя найдут, особенно любители психологии. Это сейчас очень модно. Ну и надеюсь, мы еще встретимся в эфире. Да, я тоже надеюсь. Спасибо большое за приглашение. Это было очень неожиданно. Я вас долго смотрел просто и не думал, что с вами как-то удастся пообщаться непосредственно. Спасибо еще раз. Всем до свидания. Это был Тимур Кроцкий, психолог. Подписывайтесь на его канал. А в гостях у антитопора Вадима Рутюнова. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...